Моя преподавательница, она добрая, хорошо всё объясняет, мы её все любим. Мой учителька Дратьевна Слава Павловна, она очень хорошая, очень хорошо объясняет, всему может научить. Я желаю ей терпения, удачи, любви, здоровья. Моя учительница в школе Галина Рожаповна, она очень добрая, я желаю ей счастья, здоровья, любви, радости, чтобы она нас терпела, чтобы она не болела. Поздравляю своего классного руководителя с Днём Учителя Краснопёру Валентин Петровна, желаю ей счастья и успехов в личной жизни. День Учителя – это праздник всех педагогов, вкладывающих свой труд в развитие каждого ребёнка. Его подготовку к самостоятельной жизни и, конечно же, выбор своей жизненной дороги. За профессиональные достижения сотрудникам образовательных учреждений города были вручены почётные грамоты и благодарственные письма. Татьяна Ивановна Бородина, учитель русского языка и литературы, муниципального, высшедшего, общеобразовательного учреждения, следняя общеобразовательная школа номер 6, городского округа города Кумертау, республики Вашкортостан. Благодарю Вас за преданность к своему делу, за Вашу профессионализм, за гуманизм, за готовность кладать всю свою душу в воспитание и развитие каждого ребёнка. Благодаря Вашему труду возрастает интеллектуальный потенциал нашей гордой республики, страны в целом. От учителей зависит очень многое. Родители часто не могут уделять детям столько внимания, сколько на своих учеников тратит преподаватель. Потому и родители, и дети постарались сделать этот день ярким и праздничным для учителей. Также виновников торжества поздравила исполняющая обязанности директора казённого учреждения управления образования Наталья Быкова. Желаю Вам всем крепкого здоровья, берегите себя, не задавайте много уроков, чтобы интернет не пестрил такими записями. Вечер. Уроки выучили. Мать охрипла, сынок облох, соседи всё выучили наизусть, собака пересказала. Для Валентины Сидоровой профессия учителя значит очень многое. Она ещё со школьного возраста стремилась участвовать во всех школьных мероприятиях. И когда после окончания учебно-производственного комбината стал вопрос о будущем профиле, она, не раздумывая, выбрала педагогику. Потому что мне очень нравились дети, мне очень нравилось с ними общаться. Ты подпитываешься от них энергией. Остаёшься, можно сказать, молодой. Идёшь в одну ногу со временем, с ними тоже нет. Но думаю, что профессия учителя – это очень-очень перспективная профессия в плане того, что вообще не с молодёжью. Они тебя стимулируют, ты их стимулируешь. То есть ты являешься для них примером. В этот вечер прозвучало множество добрых слов и душевных поздравлений от учащихся. А также своими яркими музыкальными выступлениями учителей порадовали сольные исполнители и танцевальные коллективы. Каждый из присутствующих с искренней теплотой и сердечностью смог вспомнить своих педагогов. Года проведут, малыши подрастут, космический прыг, корабли поведут. И, может быть, вспомнят звездный мирок. А нас, воспитателям детских садов. Мне запомнилась, конечно же, моя классная руководитель, которая нас свела с пятой по одиннадцатый класс. Это замечательный учитель русского языка и литературы Дивейкина Елена Анатольевна, которая привела нам огромную любовь к литературе, которая выучила нас русскому языку. До сих пор мы не знаем никаких проблем с этим. Я желаю ей здоровья, прежде всего, чтобы еще много-много лет она учила детей, прививала свою любовь к предметам. Я желаю ей огромного терпения, потому что без терпения учителям, к сожалению, сейчас приходится очень тяжело. Ну и творческих успехов каждый год все больше, больше и больше. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».